Эпоксидные полы нужно сделать. У меня появился сейчас человек. И мне кажется, из этого может выйти хорошая идейка. В какой-то момент я себя уже начинаю представлять, как, помните, Федор Овчинников? Есть книга, как же называется книга, я забыл. Это которая Додо Пицца. Я же говорю, калифорнийские дети в снежке играют. Хватит, все. Да, точно, это была Шарлотта, это было свидание. Вот сегодня очередное свидание. Так, ребята, че, как вам было? Нам понравились оба варианта. Возможно, мы скоро отсюда уедем. В смысле, мы уедем отсюда скоро? Пока, куда? Вот это вопрос. Короче, я сделал одну облике, ну, одну заявку уже. Заплатил уже за это 80 долларов. И не факт то, что они еще одобрят мою кандидатуру. Но посмотрим. Там на все это про все у них где-то неделя уйдет. Ну, как сказали. Может, раньше, конечно. Второй дом мы толком не снимали. Он тоже нам понравился. Если на первом был агент, то на втором был, типа, собственник уже. Я думал, что, ну, можно будет с ним сразу договориться. Он говорит, нет, там, типа, заявку нужно оставлять, и они будут принимать решение. Вот. Я им сказал, что это контрактор, что это может быть полезно. Он, как бы, вроде бы вдохновился, но к чему это приведет, я не знаю. Если коротко, первый вариант, вот с этой открытой кухней, которая смотрит на окна, там, с этим сторожем, на бэкярде, да, вот с этим домиком, складом. Мне понравился больше. То есть, внутри он как-то выглядел получше, наверное. Но чисто из-за кухни, вот из-за этого общего пространства. Второй, мне очень нравится, как он расположен. Хорошая аэрия, хороший район, и для работы мне удобно. Кстати, я сейчас еду на Эстимейт, ну вот, на посмотреть одну работу. Я думал, что она будет как раз там, где в краях, но нет. Внутренняя покраска, там видно, дом будет подготавливать к аренде, и хотят покрасить. По поводу второго дома я заявку не оставлял еще, и я это обязательно сделаю сегодня во второй половине дня. Сейчас вот я только разберусь с рабочими вопросами. Вообще, это, конечно, забирает очень много внимания, очень много времени, и это меня прям выбешивает. Я бы уже хотел побыстрее закрыть этот вопрос, и вернуться опять в нормальный рабочий режим, потому что сейчас у меня уже голова кругом. Плюс еще опять осталась одна машина, и это не очень удобно в семье, одна машина. Прорвемся, ребята. Сейчас такой, ребята, еду с Эстимейта. Смотрел я один объект, давал там цену, 4,5 тысячи долларов, покрасить гараж, стены, потолок. Там немного демонтажа, а тут нужно вывозить мусор. Но там два деревянных стола стоят, они старые, но их можно использовать, в принципе. Эпоксидные полы нужно сделать. У меня появился сейчас человек, который, возможно, в перспективе будет этим заниматься. Потому что эпоксидные полы приходят, но я их толком как бы не брал, потому что некому их делать. А на самом деле достаточно такая интересная работа. Ну и популярная, скажем так. Вот, и сейчас мы первые там два объекта откатаем, и потом посмотрим, что можно как бы из этого делать. Эту работу я посмотрел. И, конечно, я сомневаюсь. Там и хочется, и колется. Как бы вроде бы там что-то можно заработать с этой работой. Но такой вариант спорный, в общем. Я пока еще не решил, сейчас еду, думаю. В промежутках, пока я думаю об этом, у меня этот пазл начал складываться. Пару человек ко мне обратились после прошлого видео в плане работ. И мне кажется, из этого может выйти хорошая идейка. Так что, ребята, если у вас есть что-то, и вы хотите поговорить по поводу работы, позвоните мне. Покумекаем вместе с вами. Может быть, что-то можно придумать. Потому что, я думаю, у меня может закрыться благодаря двум людям целый блок, который достаточно важен в моей работе. Так что, записываю для вас это видео. Спасибо, что вы ездите. Смотрите, ребята, лето у кого-то. У нас на дворе 19 марта. В принципе, летом тут практически то же самое. В гидрокостюмах, только и приходится купаться. Не знаю, вам видно или нет, как они прыгают там с этого берега. И так я докладываю, лед тронулся в плане нескольких направлений, которые я вам рассказывал, обозначал в предыдущих видео. И это здорово. Это здорово, ребята. Будут какие-то результаты уже. То есть, сейчас, пока мы все это на словах обсуждаем, будут результаты. Я обязательно вам расскажу. Но вот та хендимен-компания, которая сейчас есть, вы о ней еще узнаете. В общем, сегодня у нас суббота. И как бы у меня есть семья, как-никак, которая три года страдала от того, что я постоянно работаю. Сейчас эти страдания стали чуть меньше, потому что иногда мне удается их вывести, чтобы они погуляли. При этом я сам продолжаю там заниматься какими-то рабочими процессами. Но сейчас я прям получаю от этого удовольствие. И в какой-то момент я себя уже начинаю представлять, как, помните, Федор Овчинников. Есть книга. Как же называется книга? Я забыл. Это которая Додо Пицца. Предприниматель. Дневники предпринимателя, что ли? В комментариях напомните мне, как называется эта книга. Она прикольная. Я ее читал, как бы, те, кто не в курсе, истории основателя Додо Пиццы, который вел дневник, так скажем, предпринимательский, когда он начинал свои... книжные магазины. Судьба дневника в том, чтобы вести просто дневник, но при этом это переросло в какую-то отчетность и популярность, и дало некий толчок создания Додо Пиццы. У меня, кстати, есть один товарищ, который непосредственно находится внутри этой франшизы, и он говорит, что это все супер-супер классная история. И я надеюсь, что что-то подобное мы увидим с вами и на этом канале, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Немного вам в ленту океана, ребята, и аквариума. Тут еще ходят в масках, поэтому привычный облик. Смотрите, это Монтеррей. Классный город, мы пару раз сюда приезжали в полутора часа кузбе от нас. Тут прикольно проводить там выходные. Правда, пасмурные тут всегда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, кстати, есть экскурсии на китов. И говорят, что есть гарантированная экскурсия, что ты увидишь кита. Если за время ты не увидишь, то приедешь на другую бесплатно. Я вот на нее еще хочу попасть. Голубки тут. Это же детское место вообще. Ужас какой. Так, ребята, пойдем, покажу вам очередной вид океана, который, по-моему, в кадры еще не попадал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тут начинаю привыкать, то, что у нас холодно. Уже почти морально готов к тому, что купаться будем в гидрокостюмах. В этом году открываем сезон купания. Судя по внешнему виду, моего старшего сына в красной одежде, он уже купался. Пойдем смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты что делаешь? Снежки люблю. Из песка. Калифорнийский ребенок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сверфить тогда будем. Тогда ты будешь сёрфывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, мы закат пропустили, поэтому вот что есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас уйдем отсюда, мы сейчас и тогда уйдем отсюда. Ребята, нам тут не рады. Я же говорю, калифорнийские дети в снежке играют. Все, это уже не смешно. Все, едем домой. Ребята, мы тут с Катей вышли сегодня на свидание. Первое свидание года за два, наверное, да? Два? Да, два. Кстати, где-то года два назад было видео, когда мы рассказывали про расходы в Шарлотте. Да, да, мы также там идем со свидания как раз два года. Нет, не свидание. Да, мишка перед как раз. Да, точно, это было Шарлотта, это было свидание. Вот сегодня очередное свидание. Мы вспоминали через что мы проходили в Шарлотте и вот этот переходный этап переезда в Калифорнию. Сейчас вот это вот типа движовая улица Санта Клары. В пяти минутах от нас вот мы выбрали сюда погулять, посмотреть тут среди магазинчиков и ресторанчиков всяких. Вот, но было прикольно. Спасибо за просмотр!